Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня в сентябрьском выпуске мы поговорим о подготовке к новому учебному году. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы часто говорим о том, как родители готовят детей к учебному году, как сами родители к этому готовятся, оборудуют свои автомобили. Но мы давно не говорили о том, как готовится госавтоинспекция к новому учебному году. Давайте вот немножко об этой теме. Сотрудники госавтоинспекции Рязанской области всесторонне подходят к подготовке к новому учебному году. Проверяются как школьные автобусы, их техническое состояние. И в этом году мы это уже проверили, что все автобусы действительно готовы к перевозке несовершеннолетних. Так и уличнодорожная сеть. Проверяется наличие всех светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, чтобы путь детей в школу, конечно же, был всегда безопасным. А также обращаем внимание на сами образовательные организации. В них должна быть тоже определенная документация, план работы на новый учебный год по формированию навыков безопасного поведения на дороге и многое другое. То есть работа сразу ведется в нескольких направлениях. Давайте поговорим немножко о печальных итогах, скажем так, вот этих восьми месяцах предшествующих учебному году. Давайте поговорим о статистике аварийности. Какая она сейчас ситуация на дорогах и особенно в сравнении с прошлым годом. Стала ли она лучше, хуже или пока идем, к сожалению, вровень? Ну вот на сегодняшний день на дорогах Рязанской области зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет, в результате которых 9 детей погибли и 201 ребенок получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать по количеству дорожно-транспортных происшествий с аналогичным периодом прошлого года, то ситуация достаточно стабильная. Однако количество погибших на дорогах у нас увеличилось практически в три раза. То есть количество погибших 9 – это, конечно же, печальная статистика нашего региона. И сотрудники госавтоинспекции всегда как личную трагедию воспринимают подобные дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. По фактам всех дорожно-транспортных происшествий проводится всесторонняя проверка, выявляются и причины следственной связи, и планируются какие-то мероприятия в дальнейшем, профилактические, для того, чтобы в дальнейшем избежать подобные факты. Но если говорить про этот год конкретно, то, конечно же, в летний период количество дорожно-транспортных происшествий у нас прибавилось из-за того, что многие несовершеннолетние стали управлять средствами индивидуальной мобильности и мототранспортом. Если сравнивать, опять же, с прошлым летом, все-таки количество этих ДТП было значительно меньше, нежели в это лето. Вот давайте немножко поговорим про средства индивидуальной мобильности. Это ведь и электросамокаты, и моноколеса, и же с ними. Как была обстановка этим летом? К сожалению, многие родители не задумываются, покупая подобные современные транспортные средства о безопасности своих детей. И вот эти, скажем так, хотелки детей очень часто удовлетворяются. При этом детей не учат безопасному поведению на подобных транспортных средствах. Поэтому и в сельской местности регистрировались дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов. И в городе. В городе смысл в том, что все прокатные организации рассчитаны на то, что ими пользуются люди, достигшие 18-летнего возраста. Однако, телефоны у нас есть у детей даже с раннего школьного возраста, поэтому они устанавливают приложения и умеют пользоваться прокатными самокатами гораздо раньше, нежели достигают возраста 18 лет. И с прокатными самокатами точно так же у нас было большое количество дорожно-транспортных происшествий. И практически в 90% случаев нарушалось самое главное правило. То, что это средство индивидуальной мобильности. То есть передвигаться на нем можно только одному человеку. Именно что перевозились пассажиры на таких вот электросамокатах в нарушении требований правил дорожного движения. Ну и, соответственно, дети и подростки не знают элементарных, с какого возраста можно выезжать на дорогу общего пользования, как двигаться, даже придерживаться какой стороны. Хотя, честно говоря, и компании, которые дают эти электросамокаты в аренду, и сотрудники госэфтоинспекции, и в конце учебного года, и в начале уже лета, мы проводили очень большую профилактическую работу, направленную на профилактику данных правонарушений. И во всех вузах у нас проходили профилактические мероприятия. И для старшеклассников во многих школах такая работа тоже велась. Но, к сожалению, наверное, если родители дома позволяют поступать так, а не иначе, все-таки первостепенное это требование своих родителей, семьи. И если семья покупает и дает согласие на передвижение на подобных транспортных средствах, то и ребенок часто действительно не задумывается о своей безопасности. Ну и второй проблемный вопрос – это так называемые питбайки, которые спортинвентарь, и по дорогам общего пользования на них вообще двигаться нельзя. На многих из них не установлены ни сигналы поворота, ни свет и так далее. Они предназначены для движения по пересеченной местности. Опять же, с разрешения в основном родителей, подростки садятся на подобные транспортные средства и передвигаются в условиях города, либо даже в сельской местности, но на дорогах общего пользования. И, к сожалению, попадают в дорожно-транспортные происшествия. И вот у нас как раз по итогам лета четыре водителя мотоцикла погибшие. То есть это достаточно большая цифра, печальная цифра. Как правило, эти питбайки, либо какие-то мопеды, они все-таки принадлежат родителям, и они со своего согласия разрешают двигаться на нем подростку. Если сотрудники госавтоинспекции выявляют такое нарушение, останавливают такого подростка, то составляется административный материал за передачу транспортного средства. Штраф в этом случае достигает 30 тысяч рублей. Также мы проводим очень большое количество, весь летний сезон профилактических мероприятий совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних. И вот у нас только в июле месяце было более тысячи нарушений выявлено именно водителями мототранспорта. Это очень большая цифра, конечно же, то есть эта работа вообще весь летний сезон на постоянной основе ведется. Лето у нас подошло к концу, и вот наступила учебная пора, и насколько я знаю, сколько мы с вами сюжетов делали, для школьников формируются безопасные маршруты, дом, школа, дом. Давайте поговорим немножко об этом. Конечно же, мы каждый год тоже говорим родителям в первую очередь, что маршрут ребенка в образовательную организацию, а также на все там кружки, куда ходит ребенок, должен быть самым безопасным. То есть должен быть выбор, например, переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу или нерегулируемому. Выбор, конечно же, в пользу регулируемого, там, где есть светофор, например. Еще до начала учебного года родители должны были составить этот безопасный маршрут ребенка до образовательной организации, дом, школа, дом, и отработать именно. То есть несколько дней до начала первого сентября пройтись по этому маршруту. В какую сторону необходимо смотреть? Где необходимо остановиться? Где может быть опасность для ребенка? Где часто стоят припаркованные машины? Вот буквально мы вышли из подъезда своего дома. Как правило, у нас во дворе стоит большое количество припаркованных транспортных средств. И нужно обратить внимание ребенка, что его рост еще достаточно маленький, особенно если ты ученик начальной школы. И водитель, отъезжая с парковки в утренние часы, терапясь тоже на работу, может не заметить ребенка. Он попадает в так называемую слепую зону, что даже водитель посмотрел в зеркало заднего вида, посмотрел в боковые зеркала, но, однако, не увидел маленького ребенка. Об этой опасности нужно детям обязательно говорить. После этого, конечно же, в каких местах мы безопасно пересекаем проезжую часть, какой даже стороны мы придерживаемся, опять же, двигаясь по тротуару, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Все это должны родители с детьми отработать в обязательном порядке. Ну и сейчас у нас же дневники в основном электронные, уже бумажного носителя фактически нет. Раньше мы просто вклеивали эти безопасные маршруты в дневнике. Сейчас мы говорим, что в современных условиях такой безопасный маршрут следования может у ребенка быть сфотографирован прямо в телефоне. И то есть четко выработанная тактика поведения ребенка на улице. В сентябре месяце, пока еще погода иногда позволяет, и стоят тепленькие сентябрьские дни, дети часто отправляются в школах на самокатах или в велосипедах. И важно помнить, что пересекать проезжую часть необходимо обязательно спуститься с велосипеда или самоката. И по пешеходному переходу мы переходим только пешком, и никак иначе. И опять же, в этом случае может быть второй повторный даже безопасный маршрут, потому что он может не совпадать с пешеходным маршрутом. Если ребенок отправляется на велосипеде, у него должен быть дополнительный маршрут, дом, школа, дом. Пока у нас еще сентябрь, пока световой день позволяет, дети, в принципе, идут в школу пока светло, но уже октябрь-ноябрь темнеет раньше, светлеет позже. Наверное, такие важные моменты, как световозвращающие элементы, нужно про них тоже сказать, напомнить родителям. Замечательно. Спасибо, Валерий, за этот вопрос. Конечно же, мы настраиваем родителей ежегодно, что при покупке школьного рюкзака необходимо обращать внимание на то, чтобы он уже был дополнен световозвращающими элементами. Желательно это же делать при покупке куртки, верхней одежды на осень и зиму. Если же вы уже совершили покупку и обратили внимание дома, что рюкзак не оборудован или сумка школьная не оборудована световозвращающими элементами, необходимо приобрести любой брелок, значок, наклейку. Желательно, чтобы этот световозвращатель был виден с нескольких сторон. То есть иногда одного световозвращателя, конечно же, бывает недостаточно. Но, тем не менее, дополнительное оборудование световозвращателей на школьной одежде и школьных сумках обязательно должно быть. В соответствии с ГОСТом, та продукция, которая в нашей стране выпускается уже в обязательном порядке, на школьных рюкзаках оборудуется световозвращателем. Но не все покупают подобные вещи, много другой продукции. Поэтому необходимо все-таки их использование, чтобы ребенок, опять же, был виден с достаточного расстояния для водителя. И чтобы у водителя была возможность остановиться на пешеходном переходе и пропустить ребенка. Мы упомянули о нескольких маршрутах движения ребенка от школы до дома. То есть и от дома до школы пешком, на велосипеде, на самокате. Но многих детей подвозят родители до школы или до кружков. Давайте немножко напомним родителям и детям правила размещения поведения в автомобиле. Очень важно родителям помнить, что ребенку в транспортном средстве необходима дополнительная защита. И он не может быть пристегнут обычным ремнем безопасности. Если ваш ребенок не достиг роста еще 150 сантиметров, то необходимо использовать детское удерживающее устройство. Но для детей дошкольного возраста это только автокресло. Для детей младшего школьного возраста это может быть так называемый бустер. Это нижняя часть от автокресла. Он либо отдельно продается, либо отстегивается верхняя часть. В этом случае ребенок может быть уже пристегнут стационарным ремнем. Очень важно посмотреть, чтобы ремень безопасности проходил через плечо, грудь и бедро ребенка. В современных, опять же, транспортных средствах, как правило, регулируется выше-ниже. Смысл в том, что в начале сентября это тонкая одежда и ребенок, скажем так, худенький. Потом уже зимой это толстая куртка. И ремень безопасности необходимо регулировать в соответствии с сезоном, с ростом, с весом ребенка и так далее. Первые действия – сели в автомобиль, пристегнули ребенка, пристегнулись сами и только потом начали движение. Когда сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей, у которых имеются непристегнутые дети и сами не пристегиваются ремнями безопасности, то самая первая отговорка – мы доехать чуть-чуть до магазина 200 метров. К сожалению, по статистике, даже давно уже было замечено, что все дорожно-транспортные происшествия с серьезными даже последствиями происходят очень близко к дому. Поэтому любая поездка для ребенка должна быть максимально безопасна, независимо от того, сколько далеко вы едете. Ну и, конечно же, хотелось бы обратиться ко всем водителям, у которых даже взрослые дети, либо совсем нет еще детей. Проезжая мимо образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, обязательно быть более внимательными, более осторожными, снижать заранее скоростной режим для того, что дети тоже еще не адаптировались к началу учебного года. У них еще много эмоций летних, они встречи с друзьями, могут с одной стороны дороги на другую кричать «Привет, Коля!», «Привет, Петя!», соответственно, быть не очень внимательными. Но так как водитель управляет средством повышенной опасности, все-таки нужно об этом задумываться и для того, чтобы предотвратить такие серьезные дорожно-транспортные происшествия, как наезд на ребенка. Ну а родителям, в свою очередь, конечно же, быть всегда достойным примером для своих детей. И если взрослый соблюдает правила дорожного движения, если на это нацеливает своего ребенка, то и, наверное, дорожно-транспортных происшествий на улицах нашего города будет все-таки меньше. Спасибо вам за беседу. Надеюсь, наши взрослые зрители возьмут их на вооружение. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин